Садись, садись, пожалуйста, смешно будет потом. Слушай внимательно, тебе надо будет выслушать, а потом это пересказать другому. Спасибо, спасибо. Да в твоем случае это уже правдивые истории. Я бы хотел сказать орле, который высоко-высоко летал, но это не правда. Смотри, живи на нашей земле, обетованные люди и животные. Чаще всего медведи. Зашел определенный момент, когда... В смысле чаще всего? Ну попадались такие. Подожди, подожди, у меня очень много было вопросов, я их не имею права задавать. А вам нельзя задавать вопросы? Нет, да. Только слушаем. У меня тоже были вопросы. Запоминать вам. Да, запоминать. Ну и, соответственно, люди там охотились, они там маммонтов копьем, медведи там... Мамба! В общем, в какой момент произошел, что человек и медведь встретились глаза в глаза, и они такие, на хрена нам вроде бы ругаться? Давай лучше будем дружить. Давай. Ну, какой-то просто нечестный. Мамба не подписает документ, независимость. Это не самое главное. Я уже нить повисования потеряла. Главное, главное, что? Главное, что здесь? Что человек и медведь подружились. Наступила очередная ночь, и медведь в своей перелоге, люди здесь на пушке. И человек попросил... Не суть! Не суть! Вот мы группа с медведем. Мы с тобой как бы вместе. Почему бы мы с медведем-нибудь вместе? Ну, втроем, да, мы современные, да, все такое, да, там... Двенадцатый век, пора развивать. Толерантность. Вот. Он сказал, да ты что с ума сошел? А медведь не приходит. Он говорит, да ты паршиец. Отсюда вон, я тебя неровижу, я тебя не хочу. И отсылает его вон. Сердце медведя рвется в клочья, он не знает, что делать. Вот. Проходит время. Сутки, двое, трое, недели. Двое, четвертое. И теперь настоящее время пошло. Да, я не знаю справку, да. То есть, кратко, а справка, да. Когда бы, Саш, по... Дом сгорел потом. В итоге все это не получилось у них. Ну, ладно, не получилось и не получилось. Ну, но... Интересное видео. Жену там похитили, забудешь? А, жену похитили, да? Не, не хитит, так вижу, жену, подожди. Интересный фетиш из них. Я чувствую, что это за что надо будет заниматься фетишом. Да, ну, лучше не с медведем, а... Ну, как бы... В итоге, короче, медведь спустя твое время с человеком встречается. Человек говорит, ну, блин, ну, извини, дружище. Ну, что, не получилось у тебя, хотел вот устроить, но мне... Ну, нет, нет, ладно, что же. Я там все, у меня все нормально, у тебя не получилось. Жени, собирай ягоды, там, земельню, кумарину. У меня там свои дела. Стреляя из лука. Стреляя из лука, да, 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 да. Медведь из лука. Это, на самом деле, самое важное, да, но получилось, ну, характер не соответствует. Главное то, что? Главное жить. Вот ты же можешь с тобой, говорит, почувствовать. Главное жить в мире. Нам же тебе хорошо, я на тебя не хожусь. Ты меня там не дерешь. Мы труду не дерем, никого не охотимся. Все довольны, поэтому давай ты собираешь ягоды. Я там собираю яблоки, там, милю муку и прочее. И нам с тобой, вроде бы, получается, что сути этой истории происходит к тому, что за мир во всем мире, да, то есть каблукады занимают своим, друг друга мы не трогаем, я шампанский пьешь. Медведь там собирает земляниху, мужик там молит муку, ну, все еще. Собирали ягодицы. Ягодицы? Собирали. Собирали. Да, там ягодицы были, конечно, но женатки стало, там были были. Я свои ягодицы ходила, ну, и все. Да, да, ну, только вот так. В общем, в итоге они договорились, что живем в мир согласия. Ты собираешь это, я собираю это. И мы не ссоримся, жену не трогаешь, не доказываешь и все хорошо. Собирали. 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 Я не снимаюсь. Собирали. Я не снимаюсь. Я тебя хотелось в другом перескатать. Я поняла, поняла. Только своими словами. Ой, Надежь, сложно тебе будет. Нет, а что рассказать? То, что учили мне, что рассказать? То, что я говорю. Мне кажется, что не надо рассказывать. Мы порисались. Нет, подожди, я правил, ты не знаешь. Ты ему зарисуешь. Ты ему зарисуешь. Максимально приближено. Максимально приближено. Садись. Нет, вот сюда, пожалуйста. Вот сюда. Как обычно. Ой, здесь веселее. Историю мне тут рассказать. Четвертий писатель. Очень интересный. Не знаю правды, не знаю ложь. Да, не знаю правды, не знаю ложь. Было ли, не было ли. Было. Сто процентов. После ЛИ было. Мужики говорят, что было, да. Мужики рассказывали, что было. Бабы говорили, что было. Ты куда? Я сейчас опаду просто. Нет, нет, надо. Сюда и народу сериал никто не падает. Да, Анастасия не упала. А ты куда спрался и падает? Так у него столько налиха. Да там не настолько все серьезно. За фантазией ты подержись. Прав Бог манит. Такие ужастики рассказывали. На старые времена, когда появились Адам и Ева, когда появился Мужик и Медведь. Медведь хрен стоит из чего? Каждый жил сам по себе. Медведь своей жизни. Ходил клюкву, ел. Мох нюхал. Мох? Ходил клюкву, ел. Он встретил женщину и стал ему женой. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Сказал, он меня учил. Хах-ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Пое-муно. Я знаю, я позже вы. Ха-ха-ха-ха. Жил он уже их женой. Вдруг стал медведя замечать. Что-то интересными вещами занимается Что-то необычное Он решил ваку с медведем пообщаться Можно одну секунду? Задача моя какая? Никакой слушай Муха Подробности будем сказать другому Стас, Стас Нужно выпить Так можно больше показать Все, все, все Пойдите, Труй Забудите в разы и сказать Вообще, в принципе, что за интересный такой Зверь Как его драть? Он знать не знал, например, что можно нюхать мох Что растет клюква Вот он медведей говорит Медведей, давай попробуем вместе пожить Друг на друга получится А бабу выгоним, да? Приходим к нам в дом, поживи с нами Посмотрим, как что там А, ну это наша тема, обычная Да, на самом деле Друга друга поучимся чем-то Ремеслу, земледенью, там, спороводству Какое-то, повезение там и прочее Ну и там, наверное, где-то Ну, медведь пришел к нему в дом Но что-то заладилось у него, что-то вроде Мужик встал на медведя, посмотрит Мужик стал на его шкуру засматриваться Вроде шкуру, видать бы он Перед входом потеплее будет Может, меса бы съесть Прошеду не забудь Ну, жена тоже медведем заинтересовалась Интересный, большой, пушистый Плечистый, языкастый А там шуба И шуба, ну и шуба, гляди, что-то он на что-то перепадет Ветя-то как-то так стал понимать, что на него уже душа Пиздец его И решил от них сбежать По-хорошему, как-то, ночью встал И ушел, и к себе в берегу Убежал и все Не все? Нет, не все Ба-эт Вот это притч Пойду я своей подружке расскажу Обязательно Обязательно Еще не все Это первая серия, садись Куда деваться? Я бы не слушала. Скажите, я тебе рассказываю. Павел, ты вообще не все думаешь. Ты это, слушай, ты потом нам рассказывать будешь. Ну, ушел, жил, медведь. Устал опять что-то подумывать о мужике. Как уж все плохое было. В принципе, да стал он подумывать. И пришел к мужику и говорит, ну, давай, мать, мы идем. Общие точки соприкосновения. Слушайте, вы заучивались что-ли. Наизусть. Общие точки соприкосновения. Их всего там по пальцам перечитать. Придем к общему знаменателю. Давай, дружим, дружим. Ну, и решили они дружить. Давай, вот ты мне плохо, мою шкуру не трогаешь. Я не трогаю твою жену. Ну, я с ним. Он же, ну, он. Ну, и жена у мужика. Я слушаю, я не пойму, кто ж знает. А жена есть. А жена ежик, блин. Нынешних времен живут дружно. Медель посередине сядет. Продам трубу не дуры. Он всегда рассказал о такой причём. Без которой я просто... Я не могу не подъедать. Мам же он непонятно вообще. Вообще. Я-то приехал из Таиланда. Такое услышал. Вот вы проздали. А, с Таиланда я приехал. С Таиланда. С Таиланда. С Таиланда. С Таиланда. Там ель до сих пор. Почти Таиланда. Ой. Это тебя там встретили в аэропорту. Вообще ничего не запомнил. Да почему же. Был, короче, мужик. Был мужик отчаянный такой. Который любил просто отдыхать. С медведем. Ваня парился с медведем. Ну и что, пришли посмеяться? Погрустить. Вы посмеяться что пришли? Поржать. В общем, это мой твой дневник читает. Авантюрист. Приехал на север. Гад. Взял и приехал. Вот не хотел, а приехал. И тут. Попал под замену. Под медведем. Ну не судьба не повезла, да? Попал с медведем встретил. И тут друг. Жена. 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 Дай, говорит, мне Махнатова, блядь. Попал под пригласил медведем. Как все было-то? Расскажи, как все было-то? Не, на самом деле, у него в трудовой книжке написано, что он инженер, газпром, там, добыча. Ну не повезло мужику. Газпром, добыча. Не тюльки-пульки, заметьте. Да, да, да. Газпром, добыча. Мужичок-то знатный. Он пошел и думает, а не тут надо рыть, а вот тут. Думаю, а сейчас наебу я весь газпром. Вот здесь вот прокручу. Подожди, подожди. Прокручу здесь вот. Он сейчас до мха дойдет. Да, там уже слезы пойдет. А тут медвежонок подходит, братан. Не тут роешь. Не, она рассказывала. Кто? Ты. Короче, не тут ты роешь, братуха. Надо рыть тут. Он говорит, нет. Газа больше тут. И роет, и роет, и роет. А медведь ему говорит, слушай. Давай, Реда, прочитай. А теперь ты понял, когда он на тебя каждый ускорит? Ну, ты, конечно, на бой. Ну, теперь ты послушай, что там было изначально. Я говорю, сделай фланг. Ну, ты, конечно, самей. Нет, вот все... Все? Ну, она бесконечно иначе. Дело в том, что вот кажется, самим нам, да, что-то в ручках все запомнили. А когда пересказывается, да, вот не можем так быстро все запомнить. Уже на втором этапе уже все пошло влево-вправо. А теперь как было, все. Все, кто тут выступал, или я, вот послушайте, как надо было сказать. Итак, этот кавказский тост. Повратались человек и медведь. Человек позвал Топтыгина в гости. Человек и медведь. И задал в его честь пир. А прощаясь, поцеловал Косолапова и попросил жену сделать то же самое. Я думаю, то же самое все говорили. Но жена... И у Стаса повратались, и не... Поцеловаться и найти росту родителей. Не-не-не, чуть-чуть, чуть-чуть. Давайте выслушаем. Тише. Начало было похоже у всех. Да тише, тише. Только у Стаса не было похоже. Да тихо. Тише бы, а! Так, дальше. Ну, жена, ну, жена прюнула и сказала сердито. Не терплю вонючих гостей. Вскоре человек навестил медведя. Решив на обратном пути нарубить дров, он взял с собой топор. Мишка ласково встретил гостя, а потом стал настойчиво просить его. Ударь меня топором по голове. Человек долго отказывался. Разве можно? Но хозяин берлоги настоял на своем. Что делать? Гость хватил Косолапова обухом по голове и изрядно поранил его. Месяц спустя друзья встретились снова. Голова у медведя успела зажить. И он сказал человеку, вот видишь, братец, рана от топора зажила, но не зажило сердце, раненое языком твоей жены. Языком можно не только поранить, но и убить. Будем же осторожно обращаться с этим опасным оружием. Это толстый? Толстый. Поливай.